Профессор Андрей Шкода одной болезнью люди порой болеют по-разному. Набирает популярность новый слоган – персонифицированная медицина. Впрочем, новый ли? Еще Гиппократ ратовал за то, что лечить надо не болезнь, а больного. Казалось бы, с этим никто и никогда не спорил. Но в практическом здравоохранении и по сей день торжествуют стандарты диагностики, лечения, реабилитации. Свои правила диктуют высокие технологии. Элементарный пример – современная диагностика немыслима без применения МРТ. Всегда ли, всем ли так необходима данная процедура? Доказано, не всем и не всегда. Но ни врач, ни пациент не обходят ее. Так что это такое персонифицированная медицина? Об этом обозреватель РГ беседует с главным врачом Московской городской больницы номер 67 имени Эль. Ворохобова профессором Андреем Шкодой. Андрей Шкода, Гиппократ утверждал, что правильнее лечит не болезнь, а больного. Время доказало его дальновидность и прозорливость. Фото – Александр Корольков. Андрей Сергеевич, 67-й исполняется 60 лет. Когда она только появилась на улице Салям-Адиля, считалось, что это чуть ли не периферия. Но очень скоро больница заявила о себе как надежное современное лечебное учреждение. И сюда стремились те, у кого были проблемы с позвоночником, те, кому требовалась помощь проктолога. Беременные, страдающие сердечно-сосудистыми недугами, отдавали предпочтение Раддуму 67-й. И сегодня в многопрофильную 67-ю по-прежнему стремятся попасть не только те, кто к ней территориально близок, приписан. В чем сила притяжения? Сегодня более 100 лекарственных препаратов имеют генетическую метку. И это не фантастика. Это уже либо работает, либо может быть внедрено в медицинскую практику. Андрей Шкода, у нас 43 лечебно-диагностических отделения. Оказываем хирургическую, кардиологическую, терапевтическую, нейрохирургическую, эндокринологическую помощь, помощь в области травматологии. Одновременно в наших стационарных подразделениях лечится 1261 пациент. И это не все. У нас консультативно-диагностический центр, три женские консультации, медико-санитарная часть, родильный дом. Не сочтите рекламой, у нас уникальный центр спинальной нейрохирургии и микробиологическая лаборатория. Каждый год 67-я помогает более 86 тысяч пациентам. Это общие данные. Но у каждой больницы есть нечто вроде визитной карточки. Минус. Алла Максимова. Лучше всего я себя чувствую в операционной Андрей Шкода, 67-я по праву считается колыбелью отечественной проктологии. У нас начал свой путь институт колопроктологии, ставший ныне федеральным учреждением. Проктология отрасль очень неоднозначная. Помимо медицинских нюансов лечения таких пациентов требует чистой психологии, умения разговаривать с пациентом на самые деликатные темы. В этом и заключается в том числе и персонализированный подход к пациенту. Сейчас одно из важных направлений проктологии лечения колоректального рака. У нас отменные специалисты в этой области, которые, сохраняя лучшие традиции, используют современные технологии. Так сложилось, что научно-исследовательский институт проктологии остался на нашей территории. Возглавляет его президент Ассоциации колопроктологов России Юрий Анатольевич Шелыйген. И мы взаимодействуем не только, потому что у нас общие корни, но и потому что мы рядом. 60 лет срок. Что-то сохраняется, что-то уходит, что-то, напротив, приходит. Андрей Шкода, что пришло. Это наша гордость. Лаборатория микробиологии ГКБ номер 67. Первая в России полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория, исключающая воздействие человеческого фактора. Мы стремимся отслеживать достижения мировой и отечественной медицины. Отслеживать и использовать в лечебном процессе. В уникальной лаборатории микробиологии все автоматизировано, человеческий фактор исключен. Фото, Александр Корольков. В том числе в Центре спинальной хирургии. Андрей Шкода, обязательно. Успешное оперативное лечение заболеваний позвоночника возможно лишь при сочетании лучшего оборудования и специалистов, обладающих уникальным опытом. И то и другое у нас есть. Потому наш спинальный центр, возглавляемый, без преувеличения, звездой мирового уровня Дмитрием Дзукаевым, пользуется авторитетом в России и за рубежом. Именно и то и другое. Есть примеры, когда приобретено не просто современное оборудование уникальное. Но. Не используется по причине отсутствия специалистов. Живем в такое время, когда медикам просто необходимо не только быть в курсе новинок, но и уметь их применять. Андрей Шкода, не соглашусь с тем, что только медикам это надо знать. Другим специалистам тоже. И абсолютно соглашусь с тем, что даже самое современное оборудование бесполезно без квалифицированных специалистов. В 67-й 514 врачей. Среди них 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и 3 заслуженных врача Российской Федерации, 196 врачей высшей квалификационной категории и 50 имеют первую аттестационную категорию. У 10 специалистов международные сертификаты. Наши сотрудники участники российских и международных симпозиумов, конференций, семинаров. Идет постоянный обмен опытом с коллегами из других лечебных учреждений России и зарубежных медицинских центров. Идет стажировка в лучших клиниках Европы. Минус. Согревающая компресса один из методов китайской медицины. Мы не только лечебное, но и научное, образовательное учреждение. У нас проходит практику студенты факультета фундаментальной медицины МГУ, 1-го медицинского университета имени Сеченова, Медицинского университета имени Пирогова, Медико-стоматологического института имени Евдокимова, 4-х столичных колледжей. Так сложилось, что нередко приходится помогать людям правильно выбрать место лечения. Часто обращаются будущие мамы, где лучше рожать. Признаюсь, обычно направляем в отделение 29-й московской больницы, потому что знаем, это очень надежное место. И никогда никаких проблем не было. Но помню времена, когда в подобных ситуациях давали адрес родильного дома 67-й больницы. А потом родильный дом 67-й закрылся. Андрей Шкода, зато в будущем году откроем свой перинатальный центр. Будем принимать в него не только тех, у кого проблемы с сердцем, но и с другой акушерской патологией. Вот и вы теперь говорите, не акушерское гинекологическое отделение, а перинатальный центр. Дань моде. Мне кажется, вариант, который складывается в 67-й, самый приемлемый, потому что подобные стационары уместнее всего в составе многопрофильной больницы. Будущая мама нередко нуждается не только в акушерской, гинекологической помощи, но и во внимании других специалистов, кардиологов, терапевтов, урологов, эндокринологов, которые есть в многопрофильной больнице. Ваш вариант самый оптимальный. Андрей Шкода, наш центр станет одним из крупнейших в Европе. Минус. На Урале заработала система телемедицинской помощи. Цель персонифицированной медицины – улучшение качества медицинского обслуживания. Персонифицированная включает в себя досимптоматическую идентификацию предрасположенности к развитию заболевания. Включает в себя разработку комплекса профилактических мер и подбор индивидуальных схем лечения на основе индивидуальных свойств генома, особенности его реализации и специфики метаболизма у данного пациента. В настоящее время мы не можем говорить о понятии нормы здоровья пациента, поскольку клинические признаки болезни, особенно ранние, как правило, стерты. Однако уже разработаны технологии для эффективного клинического геномного тестирования. Мы получаем возможность пользоваться данными о геномах и понимать, чем один пациент отличается от другого. Это позволяет назначать лечение индивидуально. Это переведет медицину на более высокий уровень. Шкода, конечно. Проще говоря, теперь сделав тест, любой человек может определить, чем он рискует заболеть в первую очередь. И тогда на первое место выходит та самая профилактика заболеваний, о которой постоянно говорят медики. Они называют это превентивной, профилактической, медициной. Превентивная персонализированная медицина ставит перед собой задачу как можно дольше сохранить человека здоровым. Если раньше человек в лучшем случае раз в год проходил диспансеризацию, где некоторые отклонения в здоровье могли и не отследить, то теперь, зная, чем конкретно он может заболеть, человек может с помощью генных тестов самостоятельно, без помощи врача ежедневно следить за поведением своего организма. Но и врач тоже может назначать лекарства пациенту, исходя из его генного теста. Шкода, безусловно. Тем более, что сегодня более 100 лекарственных препаратов имеют генетическую метку. И это не фантастика. Это уже либо работает, либо может быть внедрено в медицинскую практику в ближайшее время. Общество здоровья Общество наук и филиалы РГ столица ЦФО Москва Медицина и здоровое питание